Как мы знаем, берётся главным образом для того, чтобы создавать движуху где-то наверху. И постоянно придётся её как-то контролить, и много времени будет у СФ и у СВНа для того, чтобы фармить, что они захотят. Да, именно вот этот персонаж, который делает очень много грязи. Вообще в руках какого-то задрота. Бруда — это невероятно страшное оружие. Неважно, что ты против неё ставишь. Всегда есть. То есть это герой, на котором нужно просто позадротить. Вот мы когда летели сюда, в аэропорту сидели, там Габлак общался с Фобосом. И вот они разговаривали как раз-таки по поводу бруды. И Фобос говорит, ну, это тот герой, которому нужно реально уметь играть и задротить именно её против определённых героев. Как играть против Акса, как играть против Легионжи, как играть против ещё кого-то. И вот здесь залетает Симберсоу. На мой взгляд, один из самых таких вот неоднозначных хардлейнеров. То есть ему реально должно запереть очень жёстко, чтобы у него игра пошла. Если ему вначале нормально по щам давать, а обычно всегда находится, чем ему по щам давать, то у него будут проблемы. Но, скорее всего, Тимберсоу будет стоять не один, а с Личом. Поэтому тут ситуация может измениться. Ну, посмотрим. Я вообще этого персонажа последний раз, когда видел, это вроде был как раз-таки тот же Айс Айс Айс, и он пенетрировал на нём. Там они вообще, в принципе, три карты подряд. Вот мы с Вилатом как раз-таки комментировали, они там выиграли очень легко, без каких-то проблем. Посмотрим, что будет против Веги. ЕГЭ с Натиками играли, с Тимберсоу играли, ЕГЭ, по-моему. Да, они играли с Тимберсоу и с Лордаром как раз-таки тоже. С Лордаром запрыгивал, встанил всех, Тимберсоу очень жёстко входил под эту комбинацию. Сам по себе, если он один пойдёт в харду, ему, я думаю, там не жить. Потому что это реально мистер ноль армора, у которого армор натикивает только пока у тебя всё хп не кончится. То есть это как-то так. И это крайне тяжело Тимберу в соло выживать, при том, что ему ещё нужны какие-то хорошие шмоточки, чтобы выдавать ДПС. Но если он пойдёт с Личом, то как раз-таки, во-первых, Лич компенсирует тот армор, который отстаёт. Да, во-вторых, там линия будет постоянно подпушиваться в их стороны и жизнь будет уже вполне-вполне годной. Против Бруды он неплохо ещё может постоять, если удастся его поставить. Да, кстати, один на один с Брудкой тоже вполне-вполне себе может стоять. То есть вот как раз-таки, если вернуться к этой Бруде, то вот против Легионши нужна отдельная какая-то у тебя должна быть стратегия. Против Акса, может быть, даже против Тимбера, но пока редко пикают Тимберов против Бруде. Ну, Тимбера тяжело, потому что вот много Пауков, у Тимбера тикает армор за каждую атаку. А вот, ну, так я же тебе объясняю, то есть вот в этом-то и суть. Играя против Акса, ты же тоже не будешь Пауков отправлять на Акса. Понятное дело, что Пауками нужно что-то делать. Против Тимбера тоже не имеет смысла травить их, потому что он себе купит щиточек. Пауки ему на халяву натикают армор, а армор там... И реген еще. Да, последний раз, когда эту пассивку апнули, там же еще реген дико прибавили. Лично и мое мнение, Тимбер был бы гораздо более часто в пиках, если бы ему не пассивку апнули, а просто дали бы родного армора. То есть пассивку можно было слегка подурезать, да, на три, на четыре армора даже. И эти три-четыре армора дать ему стабильными туда. Он был бы сильным на линии, да, гораздо сильнее. Потому что это пипец, когда у тебя ноль армора, это, ну, любой суппорт с галимым дэмэджем приходит и тебе пины выносит. Ты, он у тебя зонит настолько легко и просто, чего не можешь противопоставить. Ну, посмотрим, это же Айс Исайз и его сигнатурка. Вспоминая статистику Веги, Дазл является их топ-1 персонажем, как и Виверна для Вичи Гейминг. И на этот раз команды забрали своих героев. Но для Сёмы великолепна вот эта роль персонажа, который ничего не фармит. Дазлу нужно, по-моему, чуть ли не меньше, чем Виверни артефактов. Хотя и Виверни нужно немного. И сейчас как раз-таки саппорт для соло. В прошлый раз это был Найт Сталкер, который неплохо развлекался. Сейчас думают, что бы взять. У Вичи Гейминг соло мид остался против СФа. Ну, выбор хороший. Есть Лина, есть та же ВРка, Скарас Мэйдж. Ну, блин, я, конечно, отношусь к Скарас Мэйджу немного скептически. Не особо мне нравится этот, конечно, персонаж. Но, опять же, Скай Маг вместе с Дазлом в двоечка смогут этому личу, если таблап будет лич плюс тимбер, выдавать очень-очень много демеджа. Как раз-таки тот саппорт, который носит много магии. И вот здесь такая легкая защита от физики появилась у Вичи Гейминг. Но Скайас Мэйдж это тот герой, который заходит здорово. Но, как мы видели, если вы смотрели матч Виртуз Про, герой невероятно сильный, если ему удается свою магию влить в соперника. В то же время, конечно, с появлением БКБ, ему становится очень-очень тяжело. Ну и Вичи Гейминг забирают Тини. Выбор, конечно, их героев очень необычный. Три милишника, и все это против того же Сефа и Свена. Ну, выбор интересный. В любом случае, Тинник без Виспа в очередной раз появляется. Кстати, мы реально можем увидеть Триплу, Слардер, Лич и Финтера Верна против Свена, Даззла со Скаймагом. И Медовый, а Тинберг как раз-таки против Рутки. Это такая жесткая будет. Рубилова у нас буквально с самого начала игры. Да, можем такое увидеть. Ну, оба милишники, и Слардер, и Свен армящие, да? Но Скаймаг с Даззлом это на самом деле сильные ребята, поэтому не знаю, смогут ли они там что-то сделать, это вопрос. Ну, посмотрим, посмотрим. Опять же, Слардеру нужен быстрый даггер желательно, поэтому, может быть, Вичи Гейминг все-таки не захотят по-дому заниматься. Но вот то, что Даззл вместе со Скаймагом будут хлебушком для Слардера с появлением даггера, это как бы там уже как проплет. Если Даззл успеет повесить Грейв, то ладно, если нет, то моментальный минус. Тини от Супера в миде Финрир играет на Личе, Эф Вайна, Винтер Виверни, Бёрнинг на Кэрри, Слардаре и Хардлайновый Тимберсол. Ну, а Вега Сема будет играть на Даззле. Солан отыграет Скайра с Мэджем, Ноуан, СФ, Мак, Брутмазер и Паша будет играть с Веном, Швинорезом. Да, пошел все-таки в Харду с двумя Мангусами, но вот мы сейчас посмотрим, посмотрим. Лич, кстати говоря, пока где-то вот в этой области в миде, то есть, может быть, он им пойдет все-таки. В любой момент он может сместиться на любой из лайнов. Ну, я очень хочу посмотреть на то, как будет стоять Тимберсола, убедиться в том, что Тимберсола вообще ничего не может. Вот, но если Лич придет к нему, то это будет с очень правильным решением. Так, а погоди-ка, погоди-ка, сэндричник ему далее. Сайса, и походу все-таки противопрутки пойдет, посмотри. Ну, такую легкую обманочку сначала сделали, но даже не обманку, скорее разведку. Возможно, сейчас у нас битва за руну будет. Очень мало армора у героев команды Вичи Гейминг. Тут просто с нулем Тимберс, с нулем Тимберс. Лич Винтер Верна пытается вписаться, но нет, здесь заберет явно руну. Скайрос Мейдж, полетел стан, цепляет Вайя, подходит Бернинг. Ну, вот у Бернинга армора в порядке, какой стан? Но в итоге Бернинг никого не успевает зацепить, мухспида Слардару здесь немножечко не хватило и вынужден отступить. Неплохой размен по ХП удается для Веги, в любом случае они отжали баунти руну. Айсайсайс тем временем забрал баунти руну сверху, здесь Бруде ничего не удалось сделать. Но это будет наиболее интересная линия. Как будет качаться Бруда, что она будет делать против Тимберсо? Да, потому что против Тимбера очень редко вообще, в принципе. В принципе, Тимбер очень редкий. Точнее, наоборот, да. Против Бруды очень редко пикает так. Правильнее будет сказать. Поэтому, как тут будет играть МАГ, мы посмотрим. Будет очень интересное противостояние. Ну, Айсайсайс все в его руках сейчас. Этот парень, который действительно может творить чудеса на таких героях, но с другой стороны, он может творить и невероятные фида вещи. Сорви голова такой. Сорви голова. Может и противнику сорвать, может и себе. Пойдет. Ну, пока он очень-очень плотно спушивает линию. Он изначально на себя крипов загрел, что при этом Бруда его там не коцало. Бруда вообще ничего не может сделать пока с ним. Ну, и стандартная разгоночная первая минута для Бруды. Она все свое может взять. Это пока только начало. То, что у нас там в миде творится. Ну, Тинни, естественно, будет претерпевать от АСФа первые несколько минут. Особенно, если еще Сема будет подключаться. Но Сема вряд ли будет подключаться, потому что пока саппорты прикованы внизу. Сема будет подключаться, если будет подключаться ФВА. И пока что именно так. Снизу, тем временем, пошел плюс армор. Цепляют Лича. У Лича некоторые проблемы. Дает стан, но Финридж здесь уже не уходит. Ферстблат забирают. Более того, Бернинг под замедлением пытается подплочить его Скайрос Мейдж. Но не выходит. Но погнать не удалось. Причем, странно. 227 МС, а там только 300. По идее, должен был бы догнать, но не догнал. Сам уперся куда-то в спину с Лордару. Тем не менее, Ферстблат забирают у нас игроки команды Вега. Начало более чем... Войное. Только сверху бы все на свои места расставить здесь. Но пока что Бруде тяжело против Тимбера. Он добивает вообще все. И... Да, сейчас взял Вирлинг Дес. Теперь Магу вообще тяжело. Он висит. О, уберет. У Мага по Ласт Хиту, кстати, не намного меньше. То есть, учитывая, что это начало. Но Пауканов здесь однозначно надо будет отправлять в лес. Это 100% фармить лес этими Паучками. И поднимать дополнительную голдишку. То есть, если ты будешь их отправлять на Тимбера, то... Либо заплевывать. То есть, есть еще вариант сделать себе Суллинг и вот этим первым скиллом пытаться заплевывать Тимбера. Но опять же, у него реген хороший очень. Пауканов уже сейчас, но это он ушел. Ну, сейчас еще один левел там... Реактив фармор, когда почувствует проблемы, да, там уже будет 10 хп регена и все. Эту десятку хп регена ты не перебьешь. Ну, трешка у него с двумя манго и с нулем стаков. Да, потенциально это 8. 8 это слишком много. Маг пока что выжидает. Не удается магу пока стянуть кого-то или как-то вообще развлекать врага. Но ничего, это опять же только начало. Главное, что по крипам держится более-менее. Да, ну на целый левел отстает. На целый левел прям... Куда-то он пошел. А, он решил за Тауэром фармить. Да, кстати говоря, это еще одна вещь, которую может маг использовать. Молодец. Молодец. А Тимберу особо нечего противопоставить в этой штуке. Но он под Тауэром фармить не особо захочет. Чувствует, что СНГ-шная бруда будет сниться. Просветка заюзана в молоко. Пауки спокойно убегают. Убегают, убегают, пауки. А ульты еще пока нет у Тимбера. Он закинуть не может свою штуку в пауканов. Ну и все. Вот это вот перетяжение. Вот она, мелкая победа для мага. Минус заряд просветки, перетяжка саппорта. Уже он чувствует себя более полезным в этой игре. Да, он подфармливает лес. Он опять может фармить вот так вот в наглую лайн. У него, если что, еще паутиночку может поставить снизу нападение. Есть, стерли. О, боже. Просто моментально стерли. Лардер. Спринты не нажал. Нет, это он даже без спринтов был. Он, кстати, играет через башню. Даже с шестеркой армора ему физикой залетело так больно. Бернинг лопнул. Моментально. Но это дазл. Дазл, который может вот в таких ситуациях. 192 урона нанес дазл. Нормальненько. За один нюк. Причем нюк только там второго левела, да. Ну а 27 крипов опережает Тинни. Причем солидно опережает Тинни. Не так много добил крипов вражеских, но тем не менее чувствует себя здорово. Брудмазер уже передвигается к Тир-2 вышке, но здесь ее никто не гоняет. Если никто не придет, Бруды будет все хорошо. Она будет забирать 100% крипов на линии. И еще и фармить при этом вражеские леса. Нужно стягиваться. С другой стороны, пока что стягиваться особо хорошо не удается. Виверна всего-навсего второй левел. Не может ничего сделать. И маг продолжает выигрывать игру для своей команды. Во всяком случае, огромные проблемы доставляет. Ну сразу видно, что человек как бы на вруте знает, что делать в разных ситуациях. И это очень-очень круто. Жесткий контроль идет. Находит Эфвая. За Эфвая можно попробовать сейчас выехать. Развести его на какой-нибудь спелл. Но предпочитает просто фармить леса. И не отвлекаться. Тем временем, выход на Тинника. Получает замедление. Сайланс. Есть у Сэфа Кайлы. Сайланс первым Кайлом. Да, он очень долго целился. В итоге не попал. И вот из-за того, что не попал тем Кайлом, в итоге не удалось. Супера. Супер с дабл демеджем. Лол. Боже мой. Каким образом Бернинг сейчас не смог застанить Скайрос Мейджа. Он выходил ему навстречу. Но каким-то чудом... Ушел соло... Танцер 228. Да, здесь... Слишком жестко он замансил. Но скорее всего просто Бернинг здесь уже немножко плывет, по-моему. Непривычная для него роль. Вот этот вот хардовый какой-то Слардар, которого практически нету фарма. 10 крипов добил. У Свена 35. Свен продолжает здесь разминать. А Ис Армор, конечно, делает свое дело. Да, у Слардара 10 крипов. В то время как у Свена уже там 36. 34 у Бруды, 41 у СФ, а 36 у Свена. И 16 при этом еще у Дазла. Огрomная доминация по крипстатам в пользу веги. Не подфиживает пауками. Ни в коем случае нельзя этого делать. Если Айсайсу дать... Была одна игра в свое время на Стрладдере какого-то там 10 сезона, где Айсайсов видели пидками, фидели кротчами. В итоге этот Тимбер в конце игры он зашел просто в пятерых врагов и бегал там. Ему ничего не могли сделать. Это да, это тот герой. Тимбер, он, на самом деле, в лейте страшнее многих керри-персонажей. Водень ему буквально какой-то Bloodstone, а гоним Шиву. Он с этими шмотками, по сути, так, снизу проблемки небольшие. Нападает на... А есть Грейв подсейвили, зато Пашу, к сожалению, не подсейвили. Но если он отойдет чуть подальше, отхилили его, и фласочка сверху еще на него намазана. Ну и на развороте, Паша! Царюга просто шикарная, и Сайленд есть замедление, Паша дерется до последнего. Тини, Сайленд заканчивается, закидывает Тосом, Тосом закидывает, не в ту дайв, в итоге не убивает. Но и бывает, чем сделал все-таки фраг, Паша. Не хватит маны. Нет маны, да. Чуть-чуть не хватает, чтобы дать еще один полученный хаммер. Счастливый размен Скайресс Мейджа на Слардара. Каким-то чудом выжил Лещ, ему не хватило буквально одной тычки от СВНа. Но опять Вега выходит из-за ситуации победителями, так как снизу они вынудились тпшиться Тинника. И размен был в пользу. Забрали Слардара, отдали одного Скайресс Мейджа. Но здесь за счет каких-то чудесов. У СФ топовый нетворс, на втором месте идет Айс Айс Айс, далее Бруда, далее СВН. И саппорты также идут очень-очень здорово. Продолжать наращивать. Что в такой ситуации будет покупать Бруда? Это вопрос очень интересный. Возможно, какой-то Сайленд зафармит. Орчет был бы на самом деле неплох. Да, против Тимбера очень хорошо заходит. Против того же Тони, против... Не, ну против всех. Орчет хорошо зайдет. Здесь против всех в данной ситуации, соглашусь. Что касается того же Тимбера, о котором мы говорили до файта. Если он покупает себе там Шиву, Бладстоун и Аганима, по сути Аганим 4200, Бладстоун там, что в районе 5000 стоит. То есть не супер дорогие шмотки-то, по сути, их можно вполне себе приобрести. Вот Бладстоун 4900, Аганим 4200 и Шива там тоже в районе 4 чем-то. И это все в общей сложности около 15 тысяч нетворца. И он себе набирает этот нетворц, он уже становится чудовищной машиной. Потому что тюр дэмэдж, он ничем не резистится, только КБшки спасает. Он любит КБ. Тимбер вносит невероятно много дэмэджа. Притом он сам очень толстый и труднопробиваемый. Боже мой, маг продолжает развлекаться. Вынужден уже банить свой лес. Но вот сейчас как раз есть шанс пробить мага. Еще одну сетку, манга. И достает его все-таки Ай-Сай-Сайз. Да, здесь чистый дэмэдж помог забрать Брудмазер. В итоге отдают Бруду. Для ФВАя в этой ситуации получают много. Очень много экспы, золота. Нападение на Бёрнинга. Бёрнинг дает стан, пытается уйти. Спринт не включает, естественно. Мог получить очень много урона. В итоге просто отходит аккуратненько. Есть фласка, захилится ей после того, как закончится действие яда. Да, и также Ай-Сайз армор на вышку. Но не сказать, что вега прям имеют огромное преимущество. Я бы сказал, что у них все хорошо. Но пока что не удается им действительно как-то серьезно напрячь врага. Так, чтобы прям вот совсем все линии месить. Ты лич за счет экспы. Можно глянуть графики. Вега ведут по золоту. Кстати, ведут плохо. Но по экспириенсу такое преимущество держать тяжело. Как раз таки из-за того, что все-таки Бруда с этими пауками, которые нет-нет, да умирают. И лич, который съедает просто льв на линии. Раз там в 44 секунды. Заходит супер в свой лес. Здесь стаки. Фармит их. Да, надо ему догерочек как-то это фармить. Он на крипах-то и пытается это сделать. На нейтральных. Твостик. Хорошо. Да, нормально попло поднял. Плюс почти левелапнул. Маг там бегал что-то по чужому лесу. А что он бегал, интересно? Хотел вард поставить? Или он сделал вид якобы поставил вард? Он вот тут взглянулся, смотрел, что там вообще происходит. Интересный такой момент, который отметить не так просто, но он не виден с первого взгляда. То, что практически Вич и Гейминг из-за этой бруды, они лишены возможности гангать того же Свена. Потому что все как на ладони у Веги. Они знают, где находится Виверна. Они всегда знают, где находится Лич. И естественно, видят на миде... Ну вот первый выход. Первый выход. Сейчас что-то попробуют сделать. Ну, как мы видим, бруда палит, что в лесу никого. Вард вот этот коронный от Веги, который опять стоит на нижней линии, видит, что на нижней линии никого. Смог потрачен. Ну, они даже на чужую половину карт не сойти в этом смоке. Да, топ-линия подпушивается. Подставился. Брутка стоит очень четко. Ну и, кстати, Обливион Став появился первый. Так, это будет и правда ворчат. Все четенько. Ой, больно магу немного даст. Маг мансует, мансует. Есть то, сразу же крэш. И, конечно же, мага здесь не отпускает. Второго чуть не зарезали. Слава богу, он не затопошился. Это, походу, был Сема. Сема был? Да, это был фиолетовый цвет. Сейчас мы посмотрим в Shadow Fiend. А, нет, это был не SF. Действительно, я все Сема. Какой-то такой синий немножко цвет был. Ну, неважно, в общем, как бы то ни было. Он не прилетел, не умер там. Было бы фит. Откровенный. Размен Таварами идет. Цепляют в Интервиверну. Взлетает она в воздух. Skyrim Smeich получает 3, 4, 5 пичек от Тавара. Теряет все хп. Ну, захилят его. Лага его захилят. Блинк появляется у Тини. Блинк на Свардаре. Тоже не за горами. 900 монет. Транквилл тапочки есть. Может появиться в ближайшее время. Ну, пока да. Пока вроде не за горами. Но если его будут убивать, то очень даже за горами. Ну, в принципе, опять же, Вега вроде не супер агрессивно шпилят. Вообще, в принципе, у нас игра не очень агрессивная. 3-3 пока счет. Миказм появился у Ноуана. Скорее, наверное, Вега будут больше не убивать, а пушить. Считывая, какие у них сейчас статы на живучесть. И мека, и третий спелл Паши, вот этот Warcry. Даззл. Да, и хилдаззл. То есть, можно реально делать все, что хочешь. Но когда ты с брудой, ты обычно к бруде на линию не приходишь. Но в этой ситуации можно прийти сломать Т1. Айсайсайс. Выходит на него СФ. Ну, нет, тут СФ просто прогулялся. Не более того, зацепить, естественно, нечем. Айсайс, кстати, имеет 5 стены Творста. То есть, это очень-очень хороший показатель. Брудка идет у нас только на 400. Но на бруду, извините, столько ресурсов было потрачено, что ого-го. Если бы мага никто не трогал, сейчас бы эта бруда бегала самым, наверное, высоким на карте Творстом. Да, тут и просветки ставили. И вот он, очередной шанс для Вичи Гейминг. Они знают, что загнали вражескую бруду, и сейчас она не имеет просветки. Если они нападут на своего противника, это будет полный провал. Потому что там Мекка уже есть. На 13-й минуте Мекка очень многое делает. Тауэр забрали. Есть Тосс. Ой-ой-ой, еще и на СФ решили напасть. СФ больно, но прожимается Мекка. СФ чек. Ой-ой-ой, какой хороший Винтерскерс, Паша. Но под греймом No1. No1 раскасовывает ультимейт. Есть еще один крэш. No1 оттасует. Это смерть. Два ультимейта. Но в итоге никого убить не удается. Нет, все-таки параллельно от Тесайта забрали. По два в один трансмен. Также забирает Виверну. Бруда все еще жива. Очень больно бьет Тинни под минус Армора. С дабл дэмэджем. Но хил проходит также очень больно. Есть еще один Тосс. И Бруда погибает. Супер. С дабл дэмэджем. Сема в спину ему наваливает. Тут развалился Скаймак. И единственный живой Сема, который понял, что надо отсюда упетлять уже. Четыре в три преимущество за счет Мекки, преимущество с другой стороны за счет дабл дэмэджа. Одно у Веги, одно у Вичи Гейминг. Но хочется отметить, что невероятно круто скастовали комбинацию Стан, ульт Винтера Виверны, ульт Лича. И она нанесла слишком много урона. Лич нанес 2250 урона. Это больше, чем Шадоффи. И если бы не Винтерскерс, то, я думаю, ну такой хороший, то файт бы в Вега выигрывали. Они даже после такого прокаста умудрились еще троих минуснуть. Это, блин, это блюда, конечно. Не сохранили преимущество по XP, да, чуть-чуть провалились, но теперь главное можно выходить и пушить. Должны понимать в Вега, что нет ульта у Винтера Виверны, да и в принципе, даже если он есть, все равно они впереди. Им главное не подставиться в такую же нелепую ситуацию. Это сделать непросто, потому что Паша не стоял рядом с Ноуаном. Его закинул туда Тинни. Это такая next level комбинация. Паша включает ультимейт. Неплохо, можно найти стаки. Да, найти, забрать стаки, это тоже полезно. Нету никакого вижена здесь. Просто аккуратненько забирают вражеский лес, используют смок. Да, ускоряется, убегает. Тинни хочет догнать. Но в спид Тинни, конечно, не такой огромный, как у этих товарищей под смоками. Группируются. Арморчик зла. Вард стоит, видели, за счет этого варда, по-моему, сейчас Вич и гейминг. Все абсолютно. Более того, бруда рядом. И нападать немного опасно. Остается чуть-чуть бруде до Сайланса. Полезный спл. Лич получает Сайланс. Неплохо Соло его зацепил. Но раскастоваться не удалось. Минус лич, влетает Тинни. Тинни получает стакан. Проказм, мекка, минус Тинни. Должен, должен забирать его Ноуан. Ноуан забирает. Также F5 здесь подставляется. Невероятный конвейер в исполнении Вич и гейминг. Это минус 3. Сейчас тут же упадет вышка. И можно даже немножко будет постараться подпушить Тир 3. Возможно. Смотрим Fight Recap. Видим полторы тысячи золота заработка. В 800 теряют Вич и гейминг. Вич и гейминг дошли до того, что у них Тимберсо там пушит товара. И, кстати, даже сносят. Как ни странно, я его тоже увидел, когда Тимбер сломал тавер. Немножко прибалдел. Но он, наверное, там был очень побитый. В Латсон себе сделал Тимбер. Но все это дело, конечно, довольно дорого стоит ребятам из Вич и гейминг. Потому что они фидят, фидят, еще раз фидят. Сейчас Плинк появится у Паши. Паша пока что не решается заходить. Вот его здесь ждут уже с Флордар вместе с Тимбером. Заберут они его быстро. Поэтому нужно играть аккуратно. Солдж просто отступает. Купил себе урну. У Дазла, как мы видим, ничего нет. Но для этого он и брался, чтобы покупать всякие ворды. И не забирать фарму своих героев. Да, Блинк готов на свыне. Это инициатор. И нужно дофармить Блинк на АСФ. Если будет... О, Блинк. БКБ, конечно. Если будет БКБ... Пашу почти поймали. Витерскерс. Паша встрял. Сейчас будет тайминговый крэш. И тут его... Ну, слушай, он очень-очень долго, конечно, живет. Нереально просто долго живет. Микказа мы его подхилили. Даззл подхилил. И Свен со своим третьим вот этим вот воркраем... 15 армора. Да, просто ложил болт. У него это нового-то армора так-то девятка. Слушай, Свен очень армированный. Там еще ульт Даззл сверху, Микказа сверху. Армора очень много у команды Вега. И здесь Слордар встревает со своим ультимейтом. Его не хватает явно. Тем более первого левела. На втором левеле будет поинтереснее. Радиальные структуры фортифированы. Айс, айс, айс. А ты не забыл о том, что тебя Сайленс может просто-напросто законтрить, дружище? Не забыл об этом? Верно, здесь же. Ну, здесь просто два саппорта. Да, да. Было бы не два саппорта. Он быстрее. Ну, наверное, поэтому он и на Папшен. Понимал, что там два саппорта. Свен с блинка цепляет Эввая. Эвваю, тем временем, что-то прилетело в куре. Варды, походу, еще типа. Да, возможно. Ничего особо интересного ему не пришло. Ну и нужно обязательно дофармить БКБ. Разбивают сейчас Смоук. Бруда опять заняла вражеский лес. Сейчас попробуют подцепить бруду, но это неплохой байт. Просветка. Все бегут за брудой. Тратят свои силы на пауков. И отличный момент для того, чтобы вырываться. Нужно чем-то подцепить. Транс на Слардара. Прожимают барабаны. Паша готов запрыгивать. Стан по двум саппортом. Расказ Кайрос Мейджа. Цепляют Лича. Лича убивают. Тинни успевает взлинкануться на хайграунд. Ну и забрали одного. ЕСФ такой. Крипов решил попармить. Это, кстати, может боком выйти. Крэш по двоим. Тимбер также раскастовывается по двоим. Стан в него залетает. Нужен Сайленд. Его подсейвили, но надолго. Лим Мэджик Дэмэджа хватает. Да, хватает все-таки добить. Хорошо. Вега замечательно все делают. Колдом Брейс, конечно, была попытка засейвить больно Сфэну, но жить будет на развороте. Откидываются с полами. Драться уже не будут. Вичгемер неправильно оценили ситуацию. Ни в коем случае нельзя было врываться на развороте. Там Мека, там Хилдазла, Грейв. Вы ни за что не заберете их с какого-то берста. У вас нет ни Квапы, ни Лины, ничего, что могло бы секунду стереть врага. Да, Тимбер, как мы видим, покупает себе БКБ. Будет пытаться это делать. Но это вынужденный айтем, на самом деле. На Тимбере, в принципе, не хочется брать этот шмот. Ему желательно после Бладстоуна делать Аганим. Но если ты не купишь БКБ и будешь фармить Аганим, то ты нанесешь урона. Тебе там дадут Сайлендс, дадут Стан. И вот как сейчас он умер, так он и будет умирать. Игру. Убивают здесь, избивают паучков. Но всего лишь один паук, тем временем Радиент Курьер. Где его нашли? Хочу не узнать. Там Агрклаб был в Курьере, сейчас скажу, чей маговкий. А где его убили? Ну нажми на него, на иконку. А у меня что-то не это. Не походят, смотри. Или его сейчас... Ага, на руне здесь стрелил. Не. Ну, видимо, маг немножко не законтролил. В любом случае, конечно, неприятно давать сопернику много золота. То, что там был Агрклаб, это не так страшно. Все равно до БКБ магу еще очень далеко. Есть такое. Вега занимают свои леса, абсолютно никуда не торопятся. Уверены они в своем лейтгейме. Я, честно говоря, смотря на то, как развивается пока что игра, тоже уверен в их лейтгейме. Очень здорово. Так, Виверна получает Сайланс. Хорошо, что Файрфлай действует достаточно долго. Вернее, Эрктик Берн. Кадают на Рошана. Бруда кусает Рошана, Рошан начинает мазать. Забрать его здесь очень просто. Да, вроде как Вич и Гейминг и хотят подраться, но мало их здесь. Они в ответку пушат Тавр. Размен Рошана на Тавр в данном случае явно в пользу Веге. Вопрос только в том, как реализует. Тавр еще даже не сломали, так что даже разменов нет. Тимберсо очень быстро убивает крипов, но дальше ему как-то Тавр месить тяжеловато. Вообще не тот герой, который обладает хорошим... Целых 89 демона 20 на первой минуте. Тимберспирит лучше сплитпушат в этом плане. Ну да. Руки там получше. А здесь только сплы, которые не убивают Тавру вообще. Даже решили не возвращаться обратно. Просто собирают все силы в кулак и идут по линии. Идут по линии с Аегисом. Отбиваться очень тяжело. У Тимбера все еще нет ни БКБ, ни... Не знаю, может быть, это, конечно, и Аганим. Но я соглашусь, что здесь без БКБ ему ворваться будет тяжело. Три милишника. Что вы хотели? С Аегисом с БКБ выходит вперед. Ничем его не могут зацепить. Можно просто бить вышку потихоньку. Что ее делает? Паша прячет... Ах, и ох, сейчас бы сочный какой стан мог зайти. Минус армор. Но с другой стороны, плюс армор также повешен на СФ от Даззла. Ну, он закончится сейчас. Но все равно нормальная СФ, то есть его арморчик в минус не уходит. Потому что... Ой, сколько бабла подымают с этих пауканов. Да, вот это огромная проблема, конечно, с этими паучками. Лучше сейчас... Ну, лучше вообще не пушить ими. Ну, он даже не пушил, он их оставил в стороне. Все равно спалили. Как мы видели, тем не менее, по игре Ньюби против Virtus.pro. Даже зафармив много пауков, все равно тяжело изменить ход вот такой вот игры. Ну, как минимум, ты позволяешь его попытаться изменить. Лучше этого не делать. Удивительно, что у Вич и гейминг никто вообще не идет где-то что-то сплитпушить, фармить там лес. Ну, хотя бы что-то делать. Они видят пятерых героев, Свен, включают ультимейт, врывается в Винтер Виверну. В Винтер Виверну нужно забирать, получает раз каст, уходит. Как же они умудрились-то не убить Винтер Виверну, это очень странно. Очень странно. СФ под БКБшкой. Ставр под БКБшкой. Эффект БКБ и... Пытаются вытащить. Глифы одинаковые. Просто, блин. Хоть бы поменяли немножко анимации. За Нуланом выехали, но не решаются идти слишком далеко. Да, в итоге просто не убили Виверну. Может быть, я даже не понимаю действительно, как так получилось. Она просто взяла и улетела за счет Арктик Берна. Не хватило демеджа Свену. Но с другой стороны, Свената артефакт пока что на демаге нет. Там еще Мистик Лер был заюзан. Он, короче, я поэтому удивился, что вроде как Винтер Виверна не самый толстый герой. Еще 100 хп это немало, но, извините, кор-герои нападают. Ничего абсолютно нет против магии. Ну да, странно. Соло сейчас умрет сверху, если не уйдет в ближайшее время. Слардар немножко боится, но вот понимает, что здесь один. Да нет, поэтому он тут уже не уходит, почти не подошел. Он же Space Created. Да. У нас есть ли Саппорт Скайресс Мэйдж, который зашел так далеко, можно действительно сказать, что он заспейсил скорее. Ну а нужен ли был вообще этот Space? Это уже другой вопрос. По-моему, и без фида вполне нормально себя чувствует вега. Не нужен подобный Space. В принципе. Ну, может быть, Соладж рассчитывал на то, что противники совсем пассивные и будут бояться, но это про Вичи. Все, он сбивает Вард. Остается, правда, Сентряк соперников. Ну, не решают его ломать. Айс, айс, айс. Очень агрессивно ворвался. Тем не менее, никто здесь не стал его забирать, хотя было очень мало маны. Да, выходит от ВКБ. Тинни, также вот эта вот сборка немного того, немного сего. Купил себе армор. Понимая, что у врага слишком много всякого минус армора. Купил себе Point Booster для Аганима в будущем. Да, ну, такой вот суп-набор. Иногда приходится так вот закупаться, вынужденные шмоточки такие, что если ты не купишь себе платмейл, то ты просто будешь гореть. Гореть от минус армора. За два удара будут убивать, при том, что 2к хп, ты умираешь за два удара. Это крайне неприятная штука. Там нужно как-то компенсировать. Айс, айс продолжает фармить пауков. Фижа этого немножко маг. Пока что убийца из этого тимбера не особо выходит. Ну, что у врага есть одно БКБ, сейчас будет второе БКБ. Но, опять же, в лейте, когда БКБшки станут по 5 секунд, когда купит он возможность себе какой-то Аганим и будет закидывать 2 чакрама, может получиться гораздо интереснее. Да, но я думаю, на это и расчет. Сейчас Вичи Гейминг понимает, что в early game они слабенькие, а если игру затянуть, там Тинни какой-то себя Аганим возьмет, БКБшки будут мало действовать. Тут же Свардар в лейте неприятный товарищ. Да, может быть, как-то и получится вывести. Но пока что все вполне-вполне нормально складывается для веги. И, по идее, они должны давить. Должны отпускать своего оппонента. ИСФ, конечно, на протяжении всей игры будет выносить мозг Тинни своим вот этим ультимейтом, который половину урона срезает. Это для Тинни очень страшная штука. Ультимейт СФ и хорош в этом плане. Частенько забывают про то, что это действительно дебафы. Кастуется даже, когда он очень далеко, там задевает буквально парой полосочек, не нанося урона. Он все равно вешает и замедление, и минус урон. Тем временем мы видим, как Бруда выходит в Блэк Кинг, Бар. Также в Блэк Кинг Бар у нас выходит Свен, у которого он почти зафармлен. К следующему Рошану должны успеть. Да, все, Бруда нафармила БКБ. Ну и с тремя БКБ, конечно, главное их успеть нажать. Санжин Яши на Shadowfin. Одним кликом такое ощущение, что там купил. Ну и готовится, готовится к битве. Потому что понимают, что вот-вот он появится буквально еще пару минут. Очень, вот очень как-то аккуратно играют у нас. Такое ощущение, что это не групповая стадия, а уже игры на вылет. Очень много передвижений в пятером и вообще отсутствие фарма. Посмотри, одна команда и другая команда. Никто не фармит ничего. Ну блин, этот матч важный, ведь если ты выигрываешь, то ты сразу уже попадаешь в цвет кувенеров. Естественно, хочется, хочется, что там вниз попадешь, и черт его знает, что там будет, кому оно нафиг надо. Да, и в то же время вич и гейминг не хочется терять шанс на 2-1. Конечно. Тоже играют аккуратно. Ну здесь выигрывает огромное преимущество себе тот, кто первым не побоится и пойдет фармить там всю карту. При этом, если он сделает это с умом, как, например, Хао в игре Virtus.pro. Там просто он в один момент пошел и начал фармить все. И моментально на 6 позиций по нетворсу скакнул вперед. В какой стране, если ты пойдешь и нафидишь, то это может быть ГГ. Именно этого боятся. Да. А с другой стороны, айсайсай с руки бьет эншентов. Да. Это, конечно, что-то совсем... Даже не 18+, это что-то более... 17-. Так, ну что, погнали с маками. Вот он, выход под Рошана как раз-таки сделать сейчас минус и заходить на Рошу. Хотя Роша появится в лучшем случае через минуту. Выход. ОСС БКБ. Так, должен успеть. Есть реакция. Хорошо. Раскастовывает ультимейт. Не дали. Раскастовывает ультимейт. Поймали на анимации. Винтерскьюарс. Тот. Опять не дает. Но он в третий раз его все-таки раскастовывает. Минус куча демэджа у Тинити. Не понимает, что надо отступать. Криво Свен запрыгивает. Супера убивают. Винтер Верна тоже в таверне. Вот БКБшка Настя Сайса. А Настя Сайс под Орчидом. Орчид заканчивается. Есть Сайленс. И Сул Бустер. Или что это там было? Динайс из Блотстона. Но, тем не менее, Бернинга могут зацепить. Нет, уходит с блинка. Остается один Фенрир. Просто делает телепорт и Вега выигрывает драку. Ноу Анг красавчик. Он втанковал весь демэдж абсолютно. Трижды пытался раскастовать. Ему по тагу сбивали. Но из-за этого улетел никуда ульт Лича. Сбирают троих Вега. Сейчас заберут вышку. И, несмотря на потерю СФа, будут иметь хорошее преимущество после этой драки. Потом еще заходят поставить варды. Ставят. Вешают Сайланс на Бернинга. Ставят вот такой вот вард. Книст. Ну, не скажу, что прям вард супер хитрый. Потому что зачастую ставится вот сюда вард как раз против этого варда. Сандряк, который видит и вот этот вард, и вот этот вард. Тем не менее, вот так вот все чуть поглубже воткнул Абсервер. БКБ появляется у СВНа. Очень важный артефакт для него. Так как только что он запрыгнул под Тинника и получил стан от пассивки. Уже. И для СВНа это, конечно, неприемлемо. Ему каждая секунда важна. Каждый удар, который он наносит в драке, наносит массу демеджа. СВН добивает свои души. Появляется буквально через 20 секунд Рошан. Ну и Вега должны его забирать. По всякому случаю, они не должны его отдавать. И имеют больше шансов забрать. 14 секунд остается, да. Да, но там, конечно, это Винтер и Вирна за своей ультой. Ну, аккуратненько заходит один. Там кого-то конечку подбивает. Ну, да. Слардер со своим форсом, дайгером. Бруда заходит, делает укус, чтобы там повесить миссы. Бруда, кстати говоря, имела Владмирс. Интересный выбор. Ну, для команды. Хороший выбор. Вот, честно сказать, пик Слардера в этой игре не совсем понятен. Вот зачем этот минус армор нужен? Кто там с руки-то бьет? Тони не бьет с руки. В ближайшие много-много времени он с руки еще толком бить не сможет. Ну, нету комбинации. Я бы сказал, еще и Вега здорово законтрили. То, что у них слишком много плюс армора. Его ультимейт как бы плохо работает. Даже если бы не было у этого минус армора толку... Ну, реально, плюс армора, точнее, толку от этого минус армора маловато. Потому что с руки бить особо реально некому. Ну, Веги опасная ситуация. Один Shadowfint на Рошане. Бруда также подтягивается. Свен начинает, инициирует. Тинни, Тинни, Колденбрейс. Свен под БКБ неплохо кайтят Вичи Гейминг. Раскайтили все БКБшки. Все ультимейты. Пойзон-тач повесили. Тони не может заюзать даггер. На нем и Пойзон-тач, и урна висит. Но его все равно поймать не удается. Винтервер наюзает свою курсу. Толку от этого маловато. На развороте Бернинга подгрызает. Но он слишком толстый. А если сайт прокатывается, но друг друга вообще никак убить не могут. Вот такие пики. У команд, что больший упор идет на живучесть. Слардер прыгает, но он под Сайленсом, под двойным Сайленсом сделать не может ничего. Бруда все запрыгивает. Колденбрейс подсейвил Бернинга. Бернинг, даггер через 5 секунд откатит. Есть Пайна Пашу. Тема живет. Слегка подхилился. С Плышой очень больно. Тема убивает Слышой. За Пашей погоня. Там убили у нас Скаймага. И Слардера еще убили. И еще Винтера Виверну, может быть, получится забрать. Но надо быть посторонней. Потому что подтянулись уже вот эти два товарища. А если сайт вместе с Супером прыгает. Эваленч мимо. Эваленч мимо. Если не догонит, то Тосом не зацепит. Это означает, что можно попытаться выжить. Арктик Бернинг еще в кулдауне. Вешается урна. Есть Тос. А если сайт должен как-то подзамедлить. Прожимает. БКБ не жалеет. Какая же долгая погоня. А тем временем параллельно Бруда пытается Солянова забрать Рошана. Боже ж ты мой, что происходит. Но он 6 секунд домиказма. Но он не проживает эти 6 секунд. Подзамедлил своего оппонента еще. Мак грызет. Грызет Рошана. Но нет. По-моему, он подарит его. По-моему, он его подарит. Но в любом случае здесь заберут. Пытаются. Пытаются как-то задержать. Знают, что Бруда забирает Рошана. Нужно выиграть немного времени. Заходит в Интер Виверн. Просветки нет. Рошан стоит битый. Но могли Вичи Гейминг не понять, от чего он настолько битый. Са прячется наверху. Минус армор от Дазла. Подходит сюда. Выложил лор по Фьенамак. Он будет точно пытаться воровать. Однозначно будет пытаться воровать. А он все-таки решил напасть. Прожимает БКБ. Жаль, что не сразу. Но Супера, по идее, все равно должны похоронить. Повесили на него Инвидис. Но есть Вижен. И должны забрать. Голден Брейт. Как же вовремя. Да, ты что ж ты будешь делать? То не все равно не хотят отпускать Супера. И Свен врывается с 2000 минут. Саппорта. Аегис Слордара. Слордар забирает Аегис. Но Рошан достается команде Вега Слордар. Должен сбить блинг. Успевают сбить блинг. Но Форстат уезжает. Но Свен на блинке. Не отпустил. Не отпустил Свен. Хорошо. Просто Супер. Вега, красавцы. Минус 5. Что сейчас сделали Ноуан с магом? Пока один там пырял этого Рошана. Тянул время. Ноуан это человек время. Я не знаю. Ему надо на Вайде играть. Слишком долго за ним гнались. Он сжал эти БКБшки. За счет Санжиньяша убегал. И... Здорово. Вега в итоге... Верная расстановка приоритетов, я бы сказал. Да, казалось бы, ситуация такая не совсем понятная, неоднозначная. Но они из этой ситуации выжили максимум. Как же четко они все... Как они во время игры умудряются все грамотно делать и думать. Все, все прям... Невероятно в хорошей форме находится. Хотя изначально, казалось бы, Вичи Гейминг... Они выбили три БКБ ультимейтов. И им оставалось просто вот брать... Да, не погнались бы они за ССФом, они бы забрали Рошана, и потом бы у них все было чики-пики. Но побегали за ССФом. Кто же мог подумать? Отходит Вега, фортификейшн минус. Спокойненько, абсолютно. Линию не потеряли, конечно же. Я так понимаю, Брудмазер хочет себе какой-то, может быть, даже дизарм, потому что нету боковая ни у кого. Дизарм можно неплохо будет накинуть. С другой стороны, с руки вообще никто не бьет. Даже Слардар. Только с пылами везде мощь наносится. Да, но Тони до поры до времени с руки не бьет. Как только у него появится какая-нибудь кираска, то он уже начнет нормально вжаривать. Он пока еще не особо ДПС, просто потому что у него так спит 1.29. Ну что ж... Продолжает фармить Нуан себе бабочку потихоньку. Во что у нас выходит Бруда, пока непонятно. Но Сенш у нее есть. И Свен. Свен без артефактов на демидж все еще. Но в любом случае появится либо кираса. Кираса здесь лучший выбор. Если уж ты так на плюс-минус арморе завязался с врагом, кираса здесь будет в конкуренции. За гипером, походу, бежал. Так и есть, отлично. Порядка 8 тысяч преимущества по золоту у Веги. 7,5 ведут по экспириенсу. Вега нереально хороша. Они мне напоминают Вегу на SL1. И... Там они были страшны. Я, честно сказать, давно не видел настолько сильного старта турнира от команды с СНГ. Посмотрим, что будет дальше. Для начала нужно хотя бы выиграть эту игру. Но это уже будет очень неплохо. Вега выходит, видит FY'я. FY аккуратненько заходит. Посмотрите на Vision команды Вега. Они видят 80% фактически карты. Ну, не видят вот эту часть, которая тактически не особо важна. Бруда контролирует верх, ворды контролируют выход вражеской базы. Так, находят. Находят Слардара. Слардар успевает уйти на блинке. Есть спринт, есть форстаф. Его не догнать. Уходит Лич. Да, и уходит также у нас Тимберсо, который в очередной раз пушит тавер. Ничего не меняется в этой игре в плане Тимбера. ССС явно жалеет о том, что нет у него какого-то спла против вышек. Так, Вега вынудили всю команду Вичи Гейминг засесть на своей базе только лишь... Ну, только лишь Супер действует правильно. Точнее, можно сказать, что все действуют правильно, потому что с базы выходить опасно, но кому-то фармить надо. И как-то сплитить. Айсайсайса, видят. Будут ли нападать? Не решаются. Видят Виверну. А вот на Виверну можно. Ну, нет. Так, Курьер. Курьер покупает для Супера. Манту. Нападение на Виверну. Сайланс минус Винтера Виверна. Вега все-таки нашли. Высунул моську. Не хватило китайцам терпения. Дизарм появляется у Бруды. Против Тинника, кстати говоря. Мантой он не снимается. И Тинни сейчас в тяжелой ситуации, потому что 300 демеджа с руки. Заходит. Фортификейшна нету. Виверна вынуждена байбекаться. Минус вышка. Можно просто отступить. Винтерскерс все в Пашу. Но Пашу забрать очень непресто. Глиммер включает БКБ. Но Ван также включает БКБ. Просто развели на БКБшке. Правда потратили также два ультимейта. СС подходит. Паш потерял половину ХП. Мак еще дизарм не вешал. Орчет не вешал. БКБ не юзал. Даже ульту еще не юзал. Надо прожимать БКБ, ульту и драться. Драться, драться, драться. Его еще под гревели на всякий пожарный. Есть колдомбрейс. Сейвят Тони. СС как стоит ультимейт. Практически там не куча. И надо тогда уже отсюда упетлять. Как-то попытаться соло. За цепы не хватает Веге. У Вичи Гейминг есть куча станов. Но им тяжело. Потому что они просто слабее. В 5 на 5 прыгает Бернинг. Попадает под стан. Тини не может драться Тини. Все еще, по-моему, есть дизарма мага. Но он пытается уйти с телепорта. Грейф на него повесили. И он все-таки уходит с этого телепорта. Шикарная игра. Но здесь Тазл, конечно же, погибнет. Его тот стоит. Или не погибнет. Или не погибнет. Сема. Нет, все-таки поймали. И Пашу надо отсюда петлять. Зря, зря, конечно, он прыгнул. Это может для него плохо закончиться. Соло. Также находит его. Боже мой, все гонятся в пятером за Соло. Поймать Соло. Лови машинника. Но машинник выиграл опять слишком много времени. Просто 10 секунд лишних. Ну, хорошо. Разменялись. Точнее, не разменялись, а отделались вега в данной ситуации. Все, что они потратили, это двух саппортов. Это наименее ценные герои. В то же время могли и получше подраться. Не хватает зацепа. Вот не могут зацепить, и все. У врага слишком много станов и мобильности. Если Вич и Гейминг станут сильнее в 5 на 5, то у веги будут огромные проблемы. Потому что проблем зацепить у Вичи вообще нет. Винтерскерс. Стан Тини. Стан Селедки. Куча замедления. Ставит паузу. Временем СФ покупает бабочку. КБ здесь тоже какого-то нет. Вот по артефактам очень сильно позади Вичи Гейминг. Они вроде бы собрали все, что нужно их героям, но по игровой ситуации КБ против дизарма нет. Против бабочки ничего нет. И с руки бьет при этом только один Тинник. Благо с пылы хорошо работают. Это да. Но Тимбер... Тимбер, 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 Тимбер. Тимбер БКБшеньку взял. Плэтмейл у него есть. И вот он выходит в Аганим. У Тимбер есть куда выселяться. Аганим, Аккарин, какая-нибудь Шива. Маленькие кулдауны, сильные сплы и маленькие длительности БКБшек. Вот у СФ уже 5, у СВНа 7. И у Бруды там тоже в районе 7-6. Осталось подождать и главное фармить свое. Да, Вега пока что смотрится уверенно, но... ...крытая угроза, скажем. Да, да. Вот уже по графикам мы видим, что отбивают свитчи. Взял гем. Твай. Что по гему у нас у Веги? У Веги уже давно, насколько я понимаю. Ну, гем это необходимая вещь. И сфармить себе Аганим Дазл. Зафармил себе Кирасу, Свен. Опять усиление в 5 на 5. Да, это очень тоже важный моментик. И для самого Свена теперь он уже такой более труднопробиваемый. ДПС у него возрастает. 46 армора. Просто без Дазл 46 армора. Под Дазлом там будет... ...270. Если особенно соберет Аганим. Слардар. Видит... Видит Пашу. Слардара. Да, и на спринте убегает. Понимаешь, что слишком опасная ситуация. Валенштос 400 голды, здрасте. Тень там пауков фармит. Тоже Кирасочка, да, отлично. В любом случае, для Тини и для Свена Кираса дает много атак спида, что важно. Правда, у Тини некоторые проблемы, опять же, с отсутствием БКБ и отсутствием пробивания миссов. Так, что-то похожее на Солки готовятся, по-моему, вместе как-то собрались. Но вроде бы смоков ни у кого и нет. Ну просто фармят обе команды опять свои половины карты и ждут Рошана. Рошан появился. Причем драку на Рошане. Я думаю, что Вега опять будет провоцировать соперника. Им выгодно это. Единственное, цеплять тяжеловато. Ну, как ни пути. Может быть, с появлением здесь вот каких-то хиксов что-то нужно в любом случае. Ну да. Нам почти огоним есть у Тимбера. 400 голды. Но, правда, опять же, на байбэк желательно еще иметь денюжку. Всякое может произойти. Но пока что... Так, на топе хотят брутку поймать. Флардар из Адасты. Цепанул мага. Маг приплыл тут, блин, него. А, жмет БКБ. А ульту? А ульту нажать. Ам-ням-ням-ням-нях. Да. Не стал драться здесь. Ну, очень много дэмэжа у врата. Ну да, я его перетоплюсь, я согласен. Подходит СФ. У него дабл дэмэдж. Но без бруды здесь хотя могут попробовать. Скайрос Мейдж. Стает в Тине. Тине замедлен. Стает сцепить Юверну. На развороте. Винтерскерс. ССФ разбивает лицо своему же Скайрос Мейджу. Вынужден нажимать БКБ. Бернинг в госкипетре. Спасается от Свинасвена. Просто выкидывают. Уйди отсюда. Мы не хотим иметь с тобой дело. Ай-сай-сайз. БКБ еще не нажимал. И у Веги проблема. Нужно отступать. Да. Походу Дазла не потеряет. А у Дазла гем. Ай-яй-яй. И могут еще и потерять соло. Теряют еще соло. Два саппорта и кор. Ну, ноу-ан хотя бы удается ему улететь. Если бы еще и потеряли СФа, это было бы слишком много. В итоге сейчас отличная ситуация для того, чтобы зайти на Рошана. Пока нету трех героев команды Вега. Заходишь на Рошана с Слардаром. Берлинга, конечно, и тем билд. Гост скипетр, блинг и... Да, это не тот Берлинг, который мы привыкли видеть. Я бы сказал, это не тот вообще Слардар, который мы привыкли видеть. Ну, потому что, я понимаю, здесь... Слардар с харды, он почти всегда такой даггер после этого. Ну, вот еще обычно после этого добавляют какой-нибудь артефакт, который позволяет тебе драться. Но Гост скипетр, потому что просто Слардару здесь, ну, никак пока что не побить. Я думаю, если игра зайдет в глубокий лайт, мы сможем увидеть там и бэкапки, и какие-то артефакты на дэмэдж, на хп. Ну, посмотрим. Так, Сырочек забирает себе Тимбера, Ягису. Кинем. Шива появилась у Тимбера. Как ни странно, это не аганима все-таки Шива. Но вообще, кстати, это на все 100. Да, я согласен с ней. Я бы очень долго горел, если бы это была какая-то другая каточка. Но когда там столько физдэмэджа, Шива, конечно же, топчик. Физдэмэдж, опять же, это замедление. Веги нечем цеплять. Они будут за тобой медленно бежать. Да, да, да. Очень мерзкая такая получается игра от Вичи Гейминг. Слардара ты цепляешь, его колдембрейс, потом он уходит в Гост. Допадение на Ноуана, Ноуана нужно сейвить. Ноуан теряет много китпоинта, проскастовывается. Слардар жмет Гост, не лучшее время для того, чтобы нажать Гост скипитер. Тиня, нужно забирать. Ой-ой-ой, какой же колдембрейс довольно интересный. Там есть, опять же, Аегис. Супер должен потерять, по идее, этот Аегис. Но Супер очень много дэмэджа умудряется еще и магу нанести. Минус Аегис. Проблемки были. УАН уходит. Ушел. Тает Сайс, Сайс, Сайс. Есть сыр у него. Пытается раскастоваться, получает Сайленс. БКБ уже нету. Свен на развороте, срезает Слардара. Начинает биться с Тинни. Дэмэджа много, но Тинни подай с армором вытанковывает. В итоге цепляют Пашу. Нужен Грейв. Паша успевает повесить Грейв. Минус. И маг. Маг сгрызается в Фенрира. БКБ Тинни с блинка заходит. Ноуан, БКБ есть, нажимает Блэк Кинг Бар. Но дэмэджа просто не хватает. Да, слишком толстый Супер, как ни крути. Но армора у него очень много и тяжеловато его пробить. Здесь еще и проблемки теперь у Соло. Соло тоже забрали. Начинают сломать Тауэр. Два в два, размена наличия Егиса помогает Вичи Гейминг выиграть его. Мы видим на полторы тысячи. Плюс. И так получается, что теперь уже Вегань пробивают Вичи Гейминг. Кирасы, Шивы, Колден Брейв. Все это работает знатно. Начинают ломать базу. Тинни со своей способностью разбивать товара очень быстро. Да, тут провоцирует, конечно же, Драку. Заходят, начинают бить Барак. Провоцируют Драку, но Веге нельзя сейчас. Лучше отдать Бараке. Маг вырывается, начинает бить Тинни. Тинни битый. И, кстати, неплохо получается его прогрызть, но откайтит. Есть также некоторые проблемки, однако цепляется за дерево и спокойно уходит. Вот 30% СТП остается у героев Вичи Гейминг. Все, дальше? Ну никак. Вичи Гейминг могут вовремя отступить. У них там куча форсов, поэтому тяжеловато их, конечно, убивать. СВН выходит. Шанс. Нужно. Нужно цеплять кого-то. Тинни. Уходит с блинка. Свет Бруду. Слардар. На развороте. Бруда. Цепляет Тинни. Нужно, нужно забирать Тинни. Форстап. СВН нажимает ультимейт. Тинни отходит. Слардар дает стан. Не могут зацепить. В итоге цепляют только одну лишь Виверну. Потрясающая взаимовыручка в исполнении Вичи Гейминг. Постоянно кто-то приходит на помощь своему тиммейту. И МКБ появляется у Тинни. Да, теперь он не боится месов. Осталось зафармить БКБ. И с этим Тинни не поговорить будет. Да, игра переходит у нас уже в такое плотное русло. И один фейл будет решать практически всю игру. В тот самый лейт, в котором уже Вичи Гейминг не смотрятся настолько слабыми в 5 на 5. Выходят, пытаются развести может быть Виверну на байбэк. Может быть просто сейчас подпушат. Аегису у врага нету. Сыра тоже. У Тимбера гоним Шива Бладстон. То, что ему надо. Ещё и БКБшечка сверху. Закидываю так вот Шакрама. И что вы будете делать против них, друзья? Заходят, бьют барак, фортификейшн. Найс армор висит на бараке. Виверны всё ещё нет. Без Виверны можно более-менее разбираться. Бернинг мажет станом. Заходит сюда также Паша. 12 секунд ультимейта. 5 до выхода Виверны. Очень жёсткие демагеры у Веги. Поэтому аккуратнее нужно играть хоть против Винтера Виверна. Слардар цепляет Шадоу Финда. Виверна ловит Сайланс. Там нужно забирать Виверну. Но её спасают Тинни. Виверна может раскастоваться. Сейчас Винтерскёрс. Все бьют мага. Магу очень больно. Магу дают Грей в последний момент. Айсайсайз фуловый. Ну и всё. Айсайсайз запилит всю команду сейчас здесь. Айсайсайз уже просто не остановить. У него муна кончилась. Но и ребята из Веги тоже закончились. Да. И Паша последний, кто погибает. Ну тут Сёма выжил. Но это такое. Выжил, не выжил, ничего не значит. Классное понимание игры продемонстрировали нам также Вичи Гейминг. Вот такой вот необычный выбор артефактов. Какие-то госкипетры. Где-то кто-то кого-то форстафф. Ид Глиммера. И в итоге получается так, что Эго всю игру не может забрать никого. Ну не всю, конечно, игру. Но вот последние несколько минут точно. Минус 4. Свену крайне тяжело. Свен, ну, плохой Свен, конечно. Керри, как ни крути. Свену очень тяжело выигрывать в лейте. Если нет фиксации какой-то, да. Ты такой, дядька. Можно было бы посоветовать там СФу какой-то хекс купить. Но демеджа не хватает. Тебе и контроля не хватает, и демеджа не хватает. При том, что СФ вроде с Баттерфлеер, линии очень быстро падают. Уже второй лайм на подходе. Вау, бай, бай, бай. Что-то, да, у Рейзы такси, бидэфи. Майсайс без маны. Да, вон, и у него очень мало. Подыгрызает его. Барак упал. Второй барак тоже практически упал. Это прожимает БКБ. Бруда так, бай, 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 бай. Да, сразу форсы. Бартип этих форсов. Ничегошеньки ты не сделаешь. Дерется, конечно, здесь супермага. Разорвали на части под амплифай. Он вообще не дамажит, он гладит этого айса-айса, ГГВП. Ричи Гейминг, красавцы. Сильная их стратегия была в лейте. Вначале им было очень тяжело, но они затерпели. Согли затянуть игру. Причем Вегата вроде как тоже все делали правильно. Но вот чуть-чуть им где-то не хватило. И дали сопернику шанс, не смогли давить. В итоге счет становится 1-1. Свену было очень тяжело. Игра затянулась, у Свена ДПС айтемов очень мало. А там армор Вича. В общем, там очень-очень-очень много армора. А ДПС команды Вичи Гейминг, он не только на физухе закручен. У них еще очень-очень хороший пюр демаж.